Добрый вечер. Эта неделя насыщена гостями. Обычно у нас четверг день, когда я сижу, изображаю себя всего-навсего, слушателя прямого эфира. Мне повезло на этой неделе гораздо больше, потому что и среда точно такая же, когда я слушатель. У меня в гостях Андрей Леонтьев, соратник, в том смысле, что это журналист, но, ко всему прочему, в отличие от меня, путешественник, и что самое удивительное для журналиста, гонщик. Причем гонщик профессиональный. Здравствуй, Андрей. Да, добрый всем. А как так получилось, что ты гонщиком-то стал? Я понимаю, тяга к искусству и к путешествиям, но гонщик, тем более профессиональный, идущий в зачет, это серьезно. Ну, ты понимаешь, да, что когда человек тянет к автомобилю, его тянет автоматически к скорости. Это вот, ну, как-то вот в большинстве случаев бывает, я понимаю, что это исключение. В большинстве случаев бывает так, именно. Анамнез. Да, и когда у тебя в детстве, например, да, ну, как-то вот не случается, да, вот эту скорость постичь, к ней приобщиться, да. В принципе, она не была. Ты знаешь, был картинг, но он был очень локально, на уровне стадиона юных пионеров и на уровне дворца пионеров на Воробьевых горах, где была еще и детская автомобильная школа, да. Ладно, знаменитая, многих она выпустила. Да, но потом, вот, понимаешь, получилось так, что в отличие от матушки Европы, где все можно удачно сочетать, имею в виду, где спорт, учебе не помеха, да, то вот у нас получается, что технические виды спорта, они достаются либо детям, либо взрослым. А вот в среднем, так сказать, в возрасте, в юношестве, да, эти вещи были не очень доступны в СССР, я имею в виду. Поэтому пришлось прерваться и потом пришлось уже восполнять, как бы, вот этот вот пробел в собственной биографии, уже став журналистом и используя фактически служебное положение в личных целях, вот, увлечься автокроссом, гонками на выживание, дальше пошло-поехало. То есть, на самом-то деле, ты должен был быть гонщиком, но для того-то глаз пришлось побыть немножко журналистом. Ну, да, можно еще, так сказать, если вспомнить, так сказать, лихие годы, еще и торговлю рекламным временем на телевидении, недвижимостью и так далее. Автомобилями. Автомобилями, да. Хорошее было у тебя вступление к этой теме. И вот ты несколько лет тому назад совершенно серьезно оказался в ситуации, в которой, в принципе, оказаться не может никто. Потому что на сегодняшний день полететь в космос, это нужно всего лишь на все купить билет, и тебя отвезут. А оказаться в команде КАМАЗ-мастер и выступать на шелковом пути, в качестве боевого пилота, это недоступно. Да, Сереж, я все время говорю, что я оказался в ситуации более привилегированной, чем космонавт. Главное. Людей, сидевших за рулем боевого КАМАЗа в гоночном режиме, да, их меньше в прямом исчислении, чем людей, которые вот выходили за пределы стратосферы. Тем более, что КАМАЗ-мастер это международный уровень. Это лучшая ралли-рейдовая команда в мире. Вот если говорить об отечественном автоспорте, который находится в жутком дауне, ну, откровенно говоря, да, и, в общем, мы можем только назвать имена пилотов, наверное, которых можно перечислить на пальцах одной руки, добившихся действительно приличных высот на мировом уровне. Но они добились этого в составе европейских команд, скажем так, зарубежных команд. Я бы начал с Нагеля, Андрей Платоныч. Это другая история, и это был другой спорт. Давай так говорить, да, это был спорт... А потом пауза была в несколько десятилетий. Да, 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 но это все равно был другой спорт. Это был спорт людей, как Олимпиада, да, как Олимпиада начала века. Это была история людей просто увлеченных, история энтузиастов. Это не было никогда для тех людей профессией и не было никогда бизнесом. Современный автоспорт — это все-таки и бизнес, и профессия. Как выясняется, еще и журналистика. Отчасти да, как некий сопровождающий ее момент, как часть пиара. Я буду циничен, да? Самый пиар или просто пиар? Просто пиар, нет, самый пиар отнюдь, потому что, ну, есть гораздо более в тех видах, технических видах спорта, которыми я занимаюсь, есть гораздо более уважаемые, гораздо более профессиональные люди, которые являются для меня определенными иконами, да, и вот если говорить о самой пиаре, то, наверное, это их удел. Удел тех, кто пока только постигает, да, и пока идет по лесенке, да, этого, так сказать, самым пиариться пока не стоит. Ты оказался в КамАЗ-мастере, и ты хлебнул лихо по полной программе, поскольку, как гонщик, идущий в боевой зачет, насколько я помню, ты испытал на себе концлагерь под названием «Спецподготовка». На самом деле это не концлагерь, это то, о чем ты потом жалеешь, потеряв, да, вот, что имеем, не храним, потерявши, плачем, да, потому что, когда ты понимаешь, что у тебя вдруг организм помолодел на 10 лет, у тебя изменился менталитет, так сказать, опять же, да, в пользу вот восприятия более свежего восприятия мира, когда ты избавился от кучи шлака, который наслоился у тебя как в теле, так и в мозгах. И раз, и все. — Контролальдил. — Да, и потом, вот мы вылезли и с Сергеем Решетниковым, и с Алексеем Мочиловым из кабины, и тогда Алексея Мочилова пригласил в качестве штурмана, да, потому что я Лешу как журналист приглашал в ряд моих проектов, и я пригласил Алексея как раз в качестве штурмана в команду, да, съездить с собой. Вот, Леша тоже частично прошел как бы все вот эти вот истории, связанные с подготовкой и тела, и автомобиля, потому что, ну, понятно, что твое тело за тебя никто не подготовит, а вот что касается автомобиля, то в команде принято, что пилоты тоже участвуют в работе над машиной. Таскают тяжести, красят краской, крутят крутилки, крутят гайки гаечными ключами и так далее. Вот, и когда мы вылезли, мы поняли, что случилось что-то такое, что радикально, ну, по крайней мере, у меня было такое ощущение, что радикально изменило мою жизнь, и мне очень хочется в это вернуться, и когда вдруг, вот, у меня следующий год прошел без гонок сухопутных, я еще занимаюсь вот домоторными гонками, вот, и когда у меня осталась только вода, правда, я на Бурочку стал чемпионом мира, тут я могу самопиалиться, потому что это хорошее серьезное достижение, да. Чемпион мира, это очень приятно. На воде, да, вот, и я вдруг понял, что все, и я вдруг видел, как мое тело начало потихоньку рассыпаться, как в голове снова стал собираться мусор, понимаешь, когда вот сейчас я вернулся в ралли-рейды уже со своей командой, да, и я понял, что это мне просто необходимо не только для самоутверждения, не только для реализации каких-то амбиций, да, но и просто для того, чтобы вернуться в нормальное человеческое состояние. Слушай, но все-таки поподробнее о том, как готовили организм гонки, потому что я... Точно так же, как мы готовим организм и сейчас. Мы работаем, вот сейчас мы с Аней Завершинской, с моим штурманом, мы работаем точно по той же системе, по которой готовятся пилоты команды КАМАЗ-Мастер, включая питание, включая физическую подготовку Бубновского и восстановление мышечного, так сказать, каркаса, да, включая массаж, и мы себе даже добавили в рамках нашей подготовки некую экстремальную историю, это установление рекорда на выносливость безостановочного движения на автомобиле. Вот. Преодолев за пять, там, с небольшим, за пять дней и, так сказать, несколько часов, там, сейчас не помню, там, по-моему, шесть или пять с чем-то, пять дней, пять с чем-то часов, расстояние в 10 тысячу 82 километра. Вот. По дорогам России, двигаясь из Мурманска до местечка Итыкёль, потому что потом трасса Колыма оказалась, мы наткнулись на полынью, по которой можно было передвигаться только на авианосце. Вот. Авианосца не было. Поэтому мы решили зарегистрировать наш финиш там официально, и мы вот таким образом. Но все равно те результаты, которые у нас есть, они позволят нам, позволили нам обратиться за регистрацию в Книгу рекордов, сейчас наш финиш рекорд регистрируется. И, тем не менее, вот ты постоянно уходишь от этих физических упражнений, а на самом деле в КАМАЗ-мастере подготовка гонщика к тем бесчеловечным нагрузкам, которые предстоит испытывать, это отдельная строка достижений команды. Ведь то, как вас готовили, то, как вас прокалывали по каждому позвонку, то, как вас мяли и то, как вас, в принципе, омолаживали на 10 лет, о чем ты упомянул, это же невероятное испытание для организма. Это невероятный подарок организму, я бы так сказал, потому что это счастье, что ты можешь пройти этот курс, это счастье, что ты можешь обрести знания, как дальше свой организм поддерживать, ибо, ну ты понимаешь, да, вот Сергей Решетников, который сейчас стал нашим тим-менеджером, это, опять же, да, еще одно достижение команды КАМАЗ-мастера, она готовит не только пилотов, механиков там, да, она готовит еще и прекрасных менеджеров. И Сергей Решетников сейчас по согласованию с командой, по согласованию с Семеном Семеновичем Якубовым, с Володей Чагиным, вот Сергей Решетников сейчас приглашен мной уже в нашу команду в качестве тим-менеджера. И Сергей является директором команды, вот, и я счастлив, потому что есть человек, которому я бесконечно доверяю, который является для меня непререкаемым авторитетом, и человек, которого я слушаюсь на все 100%, да, вот просто, я вообще редко его слушаюсь, вот Серегу слушаюсь вот на все 100%. Сергей участвовал в трех Дакарах. Я не могу перечислить число, просто за татологию, прошу прощения, не могу перечислить, в скольких он участвовал в гонках ранга Кубка мира по ралли-рейдам, чемпионата России вообще не беру уже, да, с переломным в двух местах позвоночником. И это Бубновский, человек, который поднял Сергея, и не только Сергея, потому что по системе Бубновского, например, был восстановлен несколько пилотов, вот, вот уровня, Дакаровского уровня были восстановлены в России, так сказать, по системе Бубновского и в его центре. То есть после переломов и сверхнагрузок. После переломов сверхнагрузок люди садятся за руль, и люди едут, да, потому что, ну, результаты побеждают, более того, да. — Сергей Асланян сегодня в компании коллеги, журналиста, путешественника, и, в отличие от меня, гонщика Андрея Леонтьева. Мы остановились как раз на восстановительной системе. — Да, я просто как раз вот начал рассказывать историю Дероя-младшего, который перевернулся, ну, вот, совершенно непонятно для кого, и для него самого образом. За буквально несколько сот метров до финиша заключительного спецучастка первого ралли-рейда «Шелковый путь» в 2009 году. Это, ну, эта ситуация херила всех, потому что последний спецучасток, как правило, является показательным в последний день. Это вот четыре с половиной километра, которые проходят по ипподрому на глазах, так сказать, VIP-персон, включая президентов трех государств. Да, ну, казалось бы, да. Это вот просто, ну, отъедь и все. Здесь невозможно выиграть. Здесь возможно только проиграть. Это вот все говорят, да, вот, последний спецучасток ралли-рейда, это здесь невозможно выиграть, можно проиграть. Дероя как раз и проиграл, перевернувшись просто вот на ровном месте. Привело к страшным последствиям, на самом деле, это, в общем, невинный переворот, потому что человек попал в больницу сначала у нас, потом его перевезли не у нас, вернее, он попал сначала в Туркмении, в руки врачей, потом его перевезли на родину, там титановые пластины в ход пошли. И когда он пообщался уже со своими соперниками-коллегами из команды Камас-Мастер, в том числе и с Сергеем Решетниковым, то он сказал, ну, что мне остается делать? Только вот, наверное, буду отцу помогать. Как известно, основатель команды Дерой-старший, да, и вот Дерой-младший решил, значит, помогать отцу. Вот, на что ему ребята сказали, старик, ну, ты что вообще-то, подожди еще на себе крест ставить. Что случилось в прошлом году, Дерой выиграл, когда Дерой выиграл Дакар? Вот, человек, который планировал остаться инвалидом. Вот эта система. Эта система, по которой мы тоже занимаемся, по которой мы готовимся к гонке и надеемся, которая нас не оставит, потому что с нами Сергей Решетников, который является носителем этих тайных знаний, и он с нами будет продолжать работать по системе Бубновского и в ходе самой гонки. Ты неплохо подстраховался на этот год. Да, потому что жизнь учит все-таки уже годиков-то немало, и надо понимать, что как-то, если что-то выстраивать, понимаешь, Сереж, если выстраивать какую-то историю, а все-таки, понимаешь, для меня в автоспорте это первый раз, когда я выступаю как бы со своей командой, да, то есть это вот не меня пригласили куда-то, я за кого-то еду на арендованной машине там, да, а это то, что рождалось на моих глазах. Когда ты арендовал КАМАЗ, это тоже было неслабо? Я не арендовал КАМАЗ, я был приглашен Семеном Семеновичем Якубовым в качестве пилота. Это были разные вещи. Я не платил за это деньги. Но это великолепно. Это великолепно, да. Я очень польщен этим, до сих пор тронут, и для меня это как бы очень такой, ну, лестный факт моей, так сказать, спортивной биографии. Но вот сейчас, когда вот я видел, как наш Грейт Волл рождался из стандартной машины, Грейт Волл, да, Грейт Волл Ховер. Вот мы едем сейчас шелковый путь на Грейт Волле Ховер. А-а-а. Да. То есть у тебя базовая машина китаец? У меня базовая машина китаец, сделанная в России, да. Ты, как выпускник МГИМО, геополитический человек просвещенный, знаешь, что Китай — это наш главный враг за Уралом. И в данном случае твое действие по Уголовному кодексу СССР квалифицируется как измена Родине, а вообще в историю вошло под красивым словом коллаборационизм. Ты знаешь, мне кажется, что у нас основной враг был за океаном, а также нашим врагом испокон веков считалась Германия. Однако Владимир Семенович Высоцкого, за то, что он ездил на Мерседесе, никто, так сказать, не прибивал к позорному столбу, не кидал в него камни. Нет, тогда уже мы с немцами выяснили отношения. С китайцами разборка впереди. Значит, Сереж, мы говорим сейчас о спорте, который является миром. О спорте — мир. Ты помнишь такое? Поэтому, когда мы говорим о спорте, то вот эти все разговоры о геополитике, о, так сказать, да, они должны отходить на второй план. Я искренне совершенно говорю, я не пропагандист, а агитатор, хотя у меня есть эта профессия, так сказать, где-то там, да, тоже курс прослушанный, вот. Я говорю это совершенно серьезно. Вот, поэтому, в общем, по большому счету, когда ты строишь гоночный автомобиль, тебе нужно просто иметь некое качественное сырье, для того, чтобы потом из этого сырья получился некий продукт, который будет удовлетворять определенным техническим требованиям. Технические требования придумали не мы, технические требования придумали умные люди из Международной Автомобильной Федерации, организаторы гоночных серий, и они все прописаны вот в огромных толстенных талмудах. И вот, согласно вот этим всем требованиям, строится гоночная машина, и подбирается соответствующее, повторюсь, соответствующее сырье, да. Вот в данном случае оказалось, что когда мы пригнали Ховер в команду Шишкин лес, а это, в общем, люди, которые собаку съели на классических ралли, и люди работают с серьезной техникой, вроде Subaru, например, да, и, наверное, это авторитетнейший технический центр по подготовке автомобилей для ралли в нашей стране, ребята посмотрели машину, и, честно сказать, к нашему удивлению, это гораздо лучше, чем мы думали. И работать с этой машиной придется гораздо меньше. Ну, не ProDrive, конечно, но тоже можно. Ты знаешь, ну, подожди, значит, давайте так, мы едем в классе Production, да, мы едем в группе, которая, по требованию которой допускают минимальные изменения в конструкции автомобиля. Скажем так, это не прототип. Нужно двигаться постепенно и поэтапно. Денег на прототип у нас нет. Если бы мы задумали строить прототип, может быть, мы обратились в ProDrive, но предварительно мы должны были бы подкрепить нашу состоятельность бюджетом, который сейчас у нас в рублях, а он должен был быть, например, такой же в евро. Да нет, Шишкина у леса бы хватило, они же с Subaru работали. Да, да. Так что тот же самый ProDrive только уже наш. Но погоди секундочку, поскольку в спорте нет места геополитики, но когда ты поднимешься на подиум, дай бог тебе подняться на подиум, тем самым ты продвигаешь... Мы должны, знаешь, Сереж, я бы сразу хотел сказать, давай доедем до финиша. Да, хорошо. Доехать до финиша. В такой гонке, в марафоне, доехать до финиша это уже победа. Согласен, согласен. И когда повезет, надеюсь, что повезет, ты тем самым продвигаешь бренд, не нашего патриотичного КамАЗа, которому, дай бог, здоровья, а нашего потенциального геополитического врага. И здесь самое правильное, что можно было бы сделать, это разложить машину под списание, чтобы не прийти к финишу, сказать, извините, техника подвела. Тем самым ты никак не потакаешь ховеру, который, по большому счету, является нам, как минимум, не союзником. Не знаю, я так не считаю абсолютно. Я считаю, что... Знаешь, как вот... Вот видишь, как Америка нам союзник или нет? Всегда да. Каба не Америка, нас бы давно уже не было. Видишь как вот, да, многие полагают, что нет. Ошибаются. Вот, видишь как. А вот многие полагают, что Китай противник, а некоторые полагают, что Китай союзник, да? На самом деле нет противников и нет союзников. Если ты почитаешь Черчилля, ты поймешь, что это не так, да? Точку зрения Черчилля я тоже знаю. Давай мы не будем вдаваться в эти вот нюансы, потому что в данном случае, повторюсь, речь идет о неком продукте, который является товаром, продающимся на мировом рынке. Я сомневаюсь, что то, что у тебя сейчас есть вот на тебе одето и у тебя лежит в карманах, здесь нет ничего китайского. Наверняка что-то найдется, да? Вот мониторы стоят, если я так что-то вчитаюсь внимательно, я, наверное, прочту надпись, что это сделано в Китае. Потому что в Китае сейчас делается абсолютно все. Вот практически все. Я не удивлюсь, если ракета Протон тоже. Ракета Протон именно оттуда. У меня китайского нету ничего вообще. Вообще, да? Вот на мне сейчас нету даже телефон у меня малазийский. Вот, даже малазийский телефон. Ну, хорошо. Часы швейцарские. В малазийском телефоне могут быть китайские детали. Могут быть. Сереж, мы не будем сейчас переходить на личности, вот, но в любом случае автомобиль... Китайский. Уже не осталось китайских, немецких, итальянских. У Ховера по полной программе осталось. Уже не осталось. Потому что если ты откроешь Ховер, и ты посмотришь даже под капот, ты увидишь там кучу деталей, сделанных в России. Это да. Вот, просто да. То есть это... А что такое детали, сделанные в России? Это рабочие места, которые обеспечиваются этим производством. Да? Это налоги, которые идут, в том числе и бюджет. Ну, давай мы вот... Это называется давай без геополитики? Давай без геополитики, да. Это она в чистом виде. Да, это не геополитика. Это не геополитика, это экономика. Вот. Поэтому, когда ты выбираешь то самое сырье под строительство гоночной машины, гоночной лодки, там, не знаю, чего угодно, любого профессионального снаряда, да? Вот. Ты выбираешь просто то, что тебе подходит больше всего а, по бюджету, и б, по тем требованиям, которым эта штука должна удовлетворять. В данном случае ховер — это очень правильная конструкция, потому что в нем изначально заложен довольно хороший запас прочности. У него хорошая рама, да? Машин на хорошей раме на нашем рынке продается довольно много. Ты знаешь, что я бы не сказал, что уже машин на хорошей раме продается довольно много на нашем рынке за такие деньги. Вот. За сопоставимые деньги ховер — не дешевая штука. Ну, не знаю, я бы так не сказал. Я бы так не сказал. Форт Рейнджер, нельзя сказать, что он сильно проигрывает. Форт Рейнджер — это пикап. Ты понимаешь, что рынок пикапов, он очень нишевый в нашей стране. У меня у самого, одна из моих машин — это пикап, да? Она у меня служит, как бы, для перевозки грузов. Паджеро Спорт тоже не самый последний среди рамных. Паджеро Спорт не самый последний среди рамных, но я сомневаюсь, что приличный Паджеро Спорт можно купить за деньги, за те деньги, за которые ты можешь купить ховер. Ну, я, в принципе, не покупал. Ну, я понимаю, да, но просто есть разные люди, понимаешь? Я тоже не покупаю ховер, но... Тебе же строй. Тебе какая разница, что ты разобрал до винтика и собрал по новой, в нужной тебе конфигурации? По крайней мере, это не так позорно. Еще раз, что позорно, не позорно? Повторюсь, что такое позорно, что такое не позорно? Для меня было бы... Тойота позорно или не позорно? Абсолютно нет. Нет, ты считаешь, что нет? Да, я тебе назову кучу людей, вот, например, да, которые скажут тебе, чтобы я сел в Тойоту Камри, купил себе какую-нибудь Тойоту Камри, ты что? Нет, ну я Камри себе тоже не собираюсь покупать. Я человек, имеющий определенный, как бы, уровень, да, и я не могу себе позволить съесть такую машину. Я знаю много людей, которые... А много людей скажут, да, это отличный автомобиль. Это за свои деньги прекрасная тачка. Разный подход просто. Подход действительно разный, но прости, японцы... Сереж, Сереж, есть люди, которые... Для которых автомобиль является средством передвижения. Просто из точки А в точку Б. И Тойота Камри, и Ховер, и там Рено Дастер, и куча других бюджетных автомобилей, которые не являются предметами статуса, или являются предметами ложного статуса, да, как Тойота Камри или Ниссан Тиан, например. Это ложный статус. Конечно. Они, между тем, прекрасно удовлетворяют своих владельцев. Потому что это люди, которые не ставят автомобиль, и не ставят свои средства передвижения в ранг чего-то такого, что должно подчеркивать их имидж. Это люди без имиджа. У них другое. У них есть семья, они проводят очень много времени там на даче, с детьми, и я иногда им завидую. Не уходи в сторону семьи. Я про национальность, я не про автомобиль. Слушай, при чем здесь национальность? Я только про Китай. Сереж, у спорта и автомобилей нет национальности. Будут им всегда будут. Ты никогда не был, я тебя умоляю, абсолютно. Я тебя умоляю, совершенно. Кто думал, что там, я не знаю, китайские спортсмены в совершенно немыслимых сейчас дисциплинах еще пять лет назад будут добиваться таких сумасшедших успехов? А кто сомневался в Китае? Совершенно непрасно. Еще раз. Например, да, кто думал, что там люди из Африки будут участвовать в обследовательных соревнованиях? Ну, никто не думал. Но мир меняется. Мир становится более, так сказать, таким... Мир меняется. Истина остается. Я не знаю. Чернокожные лыжники — это уже нормально. Никто не удивляется. Чернокожие пилоты в Формуле-1 тоже... Замечательно. Пускай ребята ездят. И к разговору о Японии, о Тойоте, стыдно или не стыдно, Япония никогда не декларировала завоевание нашей страны до Урала, в отличие от Китая. А Китай считает, что до Урала... Сереж, мне кажется, что какой-то клин какой-то в данном случае в разговоре. Переходи на новости. Андрей Леонтьев у меня в гостях, журналист, путешественник и гонщик от геополитики и коллаборационизма. Мы переходим к подробностям его китайского автомобиля. Да, наш китайский автомобиль «Ховер», который сейчас немножко преобразился, уже провел первые тесты, прокатился уже и по дорожкам, скажем так, сельским проселочкам. И сегодня был очень хороший у нас такой плотный тест в песках и на кроссовой трассе, с трамплинами, с прыжками. Вот. И, в общем, ну, то, что можно было сделать за то небольшое время, которое нам судьба отвела на подготовку автомобиля, в общем, ребята, конечно, из Шишкиного леса молодцы и сильно постарались. Вот. Но, повторюсь, как бы мы строили машину изначально по требованиям то, что называется группа продакшн, да? Это не прототип, да? Это не прототип, это технический регламент требует здесь минимальных, допускать минимальные переделки конструкции. Прежде всего, мы освободили кузов от салона, вот. Мы поставили туда каркас безопасности, это самое главное. Система пожаротушения там и так далее, так далее, так далее. Амортизаторы, спортивные кресла, естественно, ремни, это все понятно. Подвеска, места крепления амортизаторов остались штатные, плюс добавлены еще дополнительные места. Амортизаторы спарены сейчас, двойные амортизаторы. Мы, оставив блок цилиндров и головку блока, мы поменяли шатунно-прышневую группу всю. Вот, но это вызвано, прежде всего, необходимости сделать мотор более оборотистым, пусть менее ресурсом. Ты смеешь, да? Чем ты делаешь мотор более мощным и оборотистым, тем ниже его ресурс. Но в данном случае, да. Но мы не на одну гонку рассчитываем, мы строим машину, на самом деле, на, в общем, года 2-3. Не, но мотор расходным интерьером. Да-да-да, вот, совершенно верно. Вот, плюс ко всему, мы изменили немножко характеристики коробки передач и редукторов всех, ну, заднего моста там, да. Но в целом компоновка автомобиля, рама и кузов, они остались стандартными с небольшими усилениями. А в мотор-то вы от кого детали напихали? Не от кого, просто есть... Ты же понимаешь, что мотор Great Wall, это мотор Mitsubishi. Лицензионный, официальный, официальный лицензионный мотор Mitsubishi. И к этим двигателям мировой рынок производства спортивных компонентов предлагает довольно широкий выбор. И поршней, и, так сказать, шатунов, всего остального. По другую степень сжатия вы подобрали то, что считали оптимально. Вот, ну, там, да, была мотористами проведена определенная работа, и были перенастроены мозги, естественно, тоже двигателя. Вот, но, в общем, машина получилась интересной заводной. Коробка автомата или механическая? Нет, коробка механическая исключительно. Конечно, пятиступенчатая коробка механическая. Вот, с понижающей, повышающей ряд трансмиссий. Все, как бы, как у серийной машины, все полностью сохранено. Ну, вот, резина стоит еще другая, естественно. Тоже, потому что, да, она нужна, резина нужна с другими немножко характеристиками. Не столь комфортная, не столь тихая, как дорожная резина, но способная цепляться за песок очень хорошо, да, грести в песке. И способная не сильно разрушаться на камнях, особенно на острых камнях. Потому что любая замена колеса — это потеря времени в... Любая, конечно. Да, да. И вот уже у нас состоялись первые репетиции сегодня замены колес. Потренировались. Это проще, чем в КамАЗе. Это проще, чем в КамАЗе. В КамАЗе у нас замена колеса втроем занимала 12 минут. Сколько оно весит в КамАЗовское? КамАЗовское колесо весит, ну, около 100 килограммов, чуть меньше, да. Это какая-то катастрофа. Вот, вот, вот. Ну, ничего, нормально. На самом деле, втроем за 12 минут люди справляются. Есть за 8 минут люди справляются, более опытные, чем мы. Вот. Здесь, конечно, все гораздо проще, потому что это легковые габариты, легковые массы. Вот. Поэтому мы с Аней Завершинской, так сказать, с девушкой вполне спокойно справляемся с этой задачей. Кстати, расскажи несколько слов про Аню. Знаешь, Аня вообще человек, имеющий в роли, подчеркиваю, больший, гораздо больший опыт, чем я. И в ралли-рейдах тоже, потому что Аня обладатель, в общем, Кубка России по ралли-рейдам. Она чемпион России по классическому ралли, мастер спорта. И она призер этапов чемпионата мира по ралли, что, в общем, наверное, показывает уровень определенного человека. Вот. И, в общем, когда я приглашал Аню в эту историю, я не сомневался нисколько в ее, как бы, возможности как спортсмена. Единственное, что нужно было немножко ее переориентировать снова на ралли-рейды. Поэтому мы поехали, естественно, в команду КАМАЗ-мастер. Мы поехали к Эдару Беляеву. Не к кому-нибудь, а к Беляеву. Вот. И, конечно, тот самый штурман, который привозил Ичагина на подиум, и сам обладатель, так сказать, десяти дакаров, он, естественно, дал Ане то, что, наверное, не мог дать никто. Потом она еще с Макеевым позанималась, человеком, который тоже, как бы, уже и дакаровский призер, и человек, который шелковый путь, прекрасно проезжал. И вот эта школа как раз буквально два дня, она Ане дала очень много. Учитывая некую специфику, потому что легенда ралли-рейда отличается от легенды классического ралли, хотя бы даже обозначениями и аббревиатурами, которые сейчас делаются на французском языке. То есть для этого нужно еще... Для того, чтобы правильно читать ралли-рейдовую легенду, нужно знать там... Основу французскую. Да, потому что все аббревиатуры французские, и чтобы действительно понимать, что данная аббревиатура значит не уровень тупого запоминания, сканирование просто букв и знаков, а на уровне возможности расшифровки, немного плохая дорога. Либо возьмите здесь правее, избегайте центра дороги. Ну, я так наговариваю, может быть, это не совсем именно так сформулировано, но примерно вот суть вот такая вот. Все это, так сказать, это набор из двух-трех букв, но которые нужно... Это те самые три буквы, которые нужно понимать. Да, да, да. И они не всегда одинаковые три буквы, они разные. Да, это не нам привычно, это не те. Вот. Поэтому Аннушка, конечно, молодец. Ну, и мы не случайно еще не только ради выносливости поехали вот этот самый рекорд на продолжительность движения из Мурманска в сторону Магадана, но и ради того, чтобы как раз, во-первых, проверить, насколько мы дисциплинированы в смысле соблюдения регламента, потому что мы ехали постоянно, сверяясь с регламентом вот установления того самого рекорда. Со справочником по мировым рекордам. Ну, не со справочником, а именно с регламентом. То есть, какая у нас должна быть средняя скорость, где у нас там остановки, да, там не остановки, имеется в виду пункты контроля времени, то есть остановки на то, чтобы там стоит судья у тебя, да, уже готовый, тебе в корнет ставят печать, что ты, да, списывает показания одометра, да, там заполняет. То есть, что необходимо, вот. Вот, какие необходимости, то есть, это вот штурман, это не только человек, который тебя ведет по маршруту, он тебя ведет по жизни. Это очень важно понимать, потому что штурман всегда отвечает за все формальности, которые так или иначе связаны с работой экипажа вне гонки тоже. Прохождение техкомиссий, там, да, мандатки, там, и так далее. Но при этом она еще и за рулем поедет. Она, да, и вот когда мы с ней менялись за рулем, потому что мы ехали безостановочно, и мы с ней менялись за рулем, выяснилось, что, в общем, знаешь, когда ты можешь спать в машине, это значит, что ты полностью доверяешь человеку, который сидит за рулем. Либо у тебя нет выхода. Нет, я бы сказал не так, потому что у тебя нет выхода уже на, там, вторые-третьи сутки. А я уснул, после того, как провел за рулем 14 часов. Я просто пересел в правое кресло, тут же раз и вырубился. Совершенно спокойно. А вдруг я понял, что, да, если Анька рулит, я могу спать. Значит, все нормально. Вот, и один раз наш вот этот вот путь, я был просто ошарашен, когда я уснул где-то после Омска и проснулся под Красноярском. Она говорит, я не знаю, я еду. Я говорю, как же ты штурман? Она говорит, шучу, 200 километров до Красноярска. Я говорю, да ты что, мать, ну ты дала. Вот, Анька молодец, Анька молодец. И я несколько не сомневаюсь в том, что тот тандем, который сейчас вот у нас образовался, плюс ко всему мы еще и вместе работаем, да, потому что Аня является еще и журналистом нашей компании, вот, и работает для телеканалов Автоплюс, РБК, вот. Поэтому в данном случае, что тандем сложился правильный и психологически правильный, и мы очень хорошо подходим к другому ценам, потому что она очень умеет хорошо осаживать. То есть, знаешь, ты начинаешь там что-то вот такой, какой-то такой в стресс впадать, да, сразу пара вот буквально каких-то очень верно подобранных слов, отнюдь нематерных, и ты очень быстро приходишь в себя. То есть, пока что, что я делаю, да. У тебя теперь есть все основания говорить, что ты спал со своим штурманом. Ты знаешь... Вышедшись из этого слова. Да, да, да. В общем, мы провели в машине, действительно, мы провели в машине пять дней, и это очень много, когда ты с человеком пять дней находишься постоянно вместе, постоянно, это очень много. А на когда в гонке-то на воде? Скоро? В гонке на воде у нас другая история. Гонка на воде — это вещь индивидуальная, это как лиман, ты меняешься за рулем. Одна лодка — это гонки на выносливость. По принципу лимана проходит, да, то есть несколько пилотов, которые меняются за рулем. Поэтому там штурмана нет. А Аня, в общем, она действительно... Ну, так человек сложился, это очень правильно. Не водоплавающая. Когда ей интереснее сидеть справа, чем за рулем? Вот это действительно уникальная, может быть, одна уникальная история. Я несколько раз ее спрашивал, у нас было время, как ты понимаешь, побеседовать на эту тему. Пять суток поговорить, как еще бы. Да, да, да. Я говорю, слушай, тебе никогда не хотелось сеть за руль в гонке? Она говорит, нет, мне интереснее, когда я справа. И тем не менее, слева она тоже. Да, да, она молодец, она, господи, даст фору. Многим, и не только многим мужикам, многим спортсменам по уровню пилотажа. При всем при том, что у нее яркое, выраженное тяготение к тому, чтобы быть штурмана. То есть, что называется, не лидировать, но, по крайней мере, очень можно поддерживать. Вот, ну, как ты знаешь, штурман, это пилот и штурман, это экипаж. Вот, плюс ко всему, у нас, если говорить о структуре команды, да, если переходить к этому, у нас есть еще механики, у нас есть еще инженер, у нас есть массажист. Вот, Евгений, совершенно потрясающий человек, который как раз тоже, между прочим, поднимал на ноги дыроя младшего. Именно он поднимал на ноги младшего дыроя. И человек, который работал долгое время в Арабских Эмиратах с шейхами, которые занимаются марафонскими гонками на лошадях. Это вот 120-километровые марафоны. Он их там собирал. Вот четыре года он провел с ними. Поэтому человек тоже очень профессиональный. Человек, подтвердивший свой уровень как массажиста, как специалиста. Вот Женя с нами. И, естественно, Сергей Решетников, как тим-менеджер. Повторюсь, это просто наша удача. Я счастлив, что мне удалось, что Сергей принял наше приглашение, предложение, и так активно включился в работу. Вот, это вот наше все, наш ум, честь и совесть. И, судя по всему, вот когда ты делал свои первые шаги в большом профессиональном спорте с КАМАЗ-мастером и видел, как это устроено, ты получил одно представление. А теперь, когда эта команда, что называется, у тебя и по-новому, ты увидел совершенно другую сторону. Ну, понимаешь, это как все-таки, я вот, извини, не очень популярно цитировать, не очень модно цитировать Ильфа и Петрова, но это вот как песни... Нет, в нашем кругу нормально. Песни «Кирпичики» и «Днепрогресс». Понимаешь, вот пока мы поем песни «Кирпичики», а вот КАМАЗ строит «Днепрогресс». Понимаешь, это разные. Это два разных мира. Все-таки две разных структуры по... Я не хочу сказать по числу денег, которые там крутятся, да, а просто по даже подходу, да, по наработанному опыту. Это... У нас только все начинается. И на самом деле это интересно, когда все рождается. Вот, понимаешь, когда вот ты завел в бокс абсолютно стандартную машину, и ты выводишь потом, через три месяца из бокса, гоночный автомобиль, который совсем себя по-другому ведет, по-другому звучит. Все. Ты понимаешь, что произошло перерождение, настоящая реинкарнация. Понимаешь, просто у тебя на глазах происходит какой-то мистический процесс даже. И это здорово. У меня никогда в жизни такого еще не было, когда на моих глазах рождался тот автомобиль, на котором мне придется ездить в гонке. Я все время ездил на автомобилях, те, которые были уже сделаны кем-то, когда-то и для кого-то. И лодки тоже самые. У меня все лодки, вот даже чемпионская лодка, она была сделана ни под меня, ни мной, и на ней до меня ездила еще там куча людей. Понимаешь? А здесь вот машина, и ты первый. Дети рождались, бывало, а вот что в автомобиле, это первый раз. Ну, ты знаешь, да, для меня это вот такое, может быть, потому что я слишком тоже много времени за... Кажется, что вот вроде бы прошло-то сначала этого процесса несколько месяцев, а такое ощущение, что это вот часть, это просто уже часть жизни, от которой там избавиться невозможно, которую можно стереть, и которой ты радуешься, что радуешься случилось, что эта часть жизни состоялась тоже, и дай бог ей вот еще быть, быть, и быть, и быть, и может быть, как знать, стать одной из важнейших составляющих того, что происходит. Ты будешь тот самый гонщик, который умело напишет мемуары об этом. Ну, ты знаешь, и без меня людей хватает. Я тут недавно почитал Тацию на Валаре, я вообще просто поразился языку человека, которого я всегда считал таким, ну, даём, парень такой, мужик, он сел, вот, оказалось, что у человека богатейший вокабуляр, у него очень образное мышление, вот, поэтому я думаю, что хватает людей без меня, которые умеют красиво и хорошо говорить, и не менее красиво и хорошо писать. Ну, твой томик будет стоять рядом по праву, перерыв на новости. Андрей Леонтьев, журналист, путешественник, гонщик, и немножко коллаборационист, рассказывает о ралле «Шёлковый путь», и о том, насколько это грандиозное мероприятие, вот это как раз то, о чём мы пока ещё только-только начали. мы обсудили, да, из чего состоит, что из себя представляет гоночный автомобиль, что из себя представляет гоночная команда, вот, и зачем это нужно. Зачем это нужно, до сих пор непонятно. Да, значит, это нужно для того, чтобы ездить во всяких интересных гонках, которые называются ралли-рейды, и вот, замечательно, что ралли-рейды стали очень популярны у нас, и благодаря Дакару, где наши КамАЗы побеждали, привлекая внимание, естественно, к этой дисциплине. И вот свой Дакар появился пять лет назад и у нас. Семён Семёнович Якубов создал, на мой взгляд, потрясающий совершенно проект, который называется «Шёлковый путь», и дай бог этому проекту ещё жить и жить. И это такой своеобразный второй Дакар. Это вот название, которое придумал не я, которое уже прочно утвердилось в мировой прессе, потому что состав участников примерно тот же. Если брать Дакар как явление, как Африку-рейс и Дакар, которые сейчас разделились, потому что, например, Жан-Луиш Лессер, который является неоспоримым авторикетом в мировом масштабе, в ралли-рейдах, он ездит в Африке-рейс, он не ездит в Дакаре, но он приезжает на «Шёлковый путь», он сейчас тоже будет ехать в «Шёлковом пути» и так далее. То есть вот эти люди, которые являются элитой ралли-рейдов, они приезжают все, те же Дерои, Лапрайз, они приезжают все на «Шёлковый путь» для того, чтобы, во-первых, лишний раз помериться силами, потому что интересно ехать, когда у тебя есть очень мощная конкуренция. Это интересно и для того, чтобы, так сказать, на себя посмотреть, в общем, и на свою технику тоже, да, потрясти. Вот. И второй момент, это то, что, несмотря на то, что ралли-рейд, «Шёлковый путь», который проходит у нас, является во временном отношении половиной Дакара, то есть это 7 дней, а не 14 дней, по длине спецучастков он соответствует Дакару. Концентрация выше. То есть концентрация, так сказать, вот этого... Настоящего спорта. Настоящего спорта, концентрация вот этого, так сказать, вот того, что на многих нагоняет ужас на трассе, да, это... То есть меньше ли озонов, это вот пустых перегонов, и гораздо больше вот того, что называется спецучастками. То есть это колея, это степь, пустыня, и, естественно, это песок, которого у нас в стране и в европейской части страны тоже, как выясняется, хватает. Вот. Я, честно говоря, когда я первый раз ехал «Шёлковый путь» на Камазе, еще был поражен, когда мы в Липецкой области, ну, я знал, что будет песок, но песок в Липецкой области, да, там выезжаем, и дюны стоят, одеяже по 30-40 метров. Я был просто поражен. Да, и вот сейчас, в общем, нам предстоит ездить и в этих дюнах, и в других тоже, и Астраханской области, Калмыкии, мы понимаем, что все это пески. Без песков представить себе серьезный ралли-рейт невозможно, и тот же Дакар у нас всегда ассоциировался прежде всего с дюнами, с песком. Потому что это всегда очень сложно. и это сложно, да, это сложно, потому что песок имеет всегда очень разную структуру, и песок, например, в Аравийской пустыне и песок, мне просто приходилось ездить во многих пустынях. В Ливийской пустыне, они кардинально разные. я бы сказал, даже вот очень показательный пример, где проходит как раз Дакар, это марокканский песок, это Мавритания, да, вот там песок принципиально другой, нежели, например, в Арабских Эмиратах, да, где разная степень коварства. Да, да, И в Каракумах третий песок. Вот, и поэтому здесь тоже в Липецкой области один песок, в Астрахани другой песок, поэтому, в общем, будет очень, на самом деле, такая плотная гонка, и я думаю, что доехать до финиша в этой гонке, проехать все семь дней вот в таком боевом режиме, практически не имея возможности передохнуть на лиозонах, то есть на перегонах по дорогам общего пользования, вот это будет настоящим испытанием, и финиш в такой гонке будет уже победой. И... если, в принципе, в марафонах финишировать, это уже достойно, это уже хорошо, да, то здесь, я думаю, что финиш будет являться синонимом и очень приличного результата в итоговом зачете, потому что до финиша доберутся не все. Сколько километраж этого мероприятия? Ну, всего спецучастков больше двух тысяч километров. Вот. Это точно не все доберутся. Это, это, это очень серьезно, я повторюсь, да, это не шутейно, то есть ты должен ехать по, повторюсь, исключительно по пересеченной местности, исключительно по пересеченной местности. И очень быстро. В максимально возможном темпе для того, чтобы сохранить автомобиль, ведь ты можешь выложиться, как, вот, представляешь, у тебя марафон, да, вот 42 километра, а ты спринтер, да, вот, если ты идешь туда с менталитетом спринтера, ты ошибся такой. Ты ошибся адресом, да, парень, тебе не сюда, да, вот, и на самом деле мне очень сильно в этом плане постичь вот этот, этот менталитет, другой мент, перестроить мозги, а я занимался всю жизнь спринтом, занимался, автокроссом, да, автокросс это вот то, что сел вот, побыстренько, брум, все, да, вот, кольцо то же самое, да, там 40 минут гонка, все, да, а здесь, вот, да, и вот лодки, марафонские гонки на лодках, которыми я вот стал заниматься, да, и вот школа КамАЗа, конечно, она, и вот то, что в меня вложил и Якубов, и Володя Чагин, и Сережа Решетников, вот это, конечно, очень сильно мои мозги перестроило, доезжает тот, кто никуда не спешит, как ни странно, вот это та гонка, в которой нужно поспешать, не спеша, и нужно очень четко рассчитывать возможности, не только свои физические возможности, которые тоже ограничены человека, да, а возможности автомобиля, и когда ты на первом дне приезжаешь первый в рейтинге, и все говорят, о, классно, он звезда, он звезда, а мало ли, ну, никто не заглядывает под машину, и не видит, что амортизаторы уже, да, все точки крепления находятся уже в состоянии полуразрушенном, что уже, так сказать, да, это все, все есть, поэтому очень интересно наблюдать, как как раз день за днем в, в, разблюдовки, которые вывешиваются каждый вечер, да, меняются местами фамилии, меняются местами номера экипажа, некоторые имена, некоторые, наоборот, так сказать, мудрые возносятся. У тебя сколько будет машин в итоге на этой гонке? Одна моя машина, одна наша машина с Аней боевая, ну, простите, повторюсь, у нас только команда вот начинается, да, поэтому у нас пока одна машина всего в команде, у нас будет техничка обязательно, у нас будет автомобиль поддержки, и будет кемпер, в котором мы, в общем, благополучно надеемся, будем коротать, коротать в прямом смысле слова ночи, потому что времени на сон будет не так много. Все-таки очень важно, очень важно правильно поработать с легендой на будущий день, а легенда на будущий день, следующий, выдается накануне вечером, то есть ты не знаешь, что тебя ждет, вот ты примерно представляешь, что будет песок, будет там колея, разбитая дорога, там степь, все, а конкретика уже возникает только вечером, и вопрос задачи штурмана, очень быстро в этом разобраться, и донести до пилота сложность следующего дня, и представить себе еще это, то есть штурман должен иметь богатое воображение, да, вот, желательно пилота тоже, почему бы иметь. Богатое и не трусливое. Да, 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 вот, и второй момент, это физическая подготовка, потому что, когда ты вылезаешь из машины, ты тут же начинаешь выполнять определенный набор физических упражнений, в противном случае, на следующий день, ты просто не сядешь в автомобиль, потому что ты не сможешь разогнуться или согнуться, у тебя мышцы будут забиты настолько, что в тебя можно будет заворачивать шурупы, поэтому нужно, вылезая из гоночной машины, ты тут же попадаешь в руки медиков и массажиста, и когда тебе, твое тело после гонки привели в порядок, уже после этого можно заниматься своими делами, а там что, поесть и спать, в 4-5 подъем утра. И погнали. И погнали. И так неделя. А те, у кого этого нет, у кого нет массажиста, вот, подобной поддержки, не только технической, они будут проигрывать уже сразу и заметно. Я думаю, что таких людей, ты знаешь, все-таки становится все меньше и меньше, потому что, ну, я помню, первые шелковые, первые, так сказать, гонки, первые ралли-рейды «Шелковый путь» приезжало достаточно много любителей, которые думали, что это примерно то же самое, что чемпионат России по ралли-рейдам, ну, прохватим, ну, хорошо будет. Бодренько так. Бодренько, да, или Кубок России даже по ралли-рейдам. Ну, вот, оказалось, что все самое это начинается только на 3-4 день, когда уже и накапливается усталость физическая, моральная, когда и металл устает, вот, и, а тут уже вот, вот, начинаются проблемы. Поэтому очень много сходов как раз происходит из-за просто инфраструктурной неподготовленности. А вот выводы уже люди делают просто исходя из собственного опыта. Поэтому вот я помню по прошлому «Шелковому пути», но уже людей таких совсем прям, чтобы вот на энтузиазме на одном, вот таких людей-то, в общем, практически не было. Сейчас народ пошел... Прогматичный. Прогматичный. Они уже понимают, во что обязываются. Да, прогматичный, да. Ну, как они, мы тоже. Я такой же, как и они. Понимаешь, я не могу говорить о них, они мы, да, потому что, повторюсь, мы тоже сейчас только начинаем, мы тоже наверняка сделаем кучу выводов, наверняка будут какие-то ошибки инфраструктурные, логистические, ну, это важно. Ну, по крайней мере, я говорил вот с Борисом Гадасиным, который сейчас приехал на Дакар первый раз, да, и человек говорит, да, вот для меня это шикарный опыт, не только для пилота, сказал мне Борис Гадасиным, это лучший ралли-рейдовый пилот в районе. В современной нашей истории. В современной нашей истории, российской, да, я не беру грузовики, а среди легковых автомобилей. Он сказал, ну, для меня это гигантский опыт логистической работы. Как все это устроено, этот механизм, эта перевозка, положить сюда, не забыть это, составить правильный список, вовремя зафрахтовать место, вовремя забронировать гостиницу. Это очень важно. Именно так работает профессиональная команда. Мы вот на этом пути. Мы только встаем на этот путь. Ну, правда, вот мелочей здесь нет, и насколько важна любая мелочь, она познается именно в таком вот боевом режиме. Потому что заранее, конечно, очень многое, ты не догадаешься даже. Да, да. Ну, вот хорошо, что есть как бы поддержка, есть поддержка все-таки и какая-то моральная со стороны наших коллег посредством массовой информации. И вот вам спасибо, что, да. Да, пожалуйста. Да, да нет, что. Вот. Есть поддержка там российского импортера и РИТО, да, вот Грайд Воловского. То есть, ну, как-то люди... Чтобы он был здоров. Будет. Вот. И вот эти люди как-то более-менее действительно помогли создать вот тот минимум, ту базу, на которой мы потом будем дальше, уже от которой отталкиваться, будем строить команду. И всех людей будем упоминать, в общем, добрым словом. И дальше навсегда. Я надеюсь, что ты в этом восхождении к подиуму приобретешь не только опыт, но еще очень достойный капитал, в том числе и материальный, что позволит тебе не прославлять впредь китайскую марку, а пересесть на машину, за которую не стыдно. Слушай, мне абсолютно не стыдно наоборот. Я повторюсь, да, что я буду всегда и детям буду рассказывать, с чего начиналась наша, так сказать, команда и команда РИТО Спорт, которая сейчас вот сформировалась. На самом деле, я считаю, что это очень правильное явление, которое даст и другим пример тем, кто только приходит в этот спорт, как самостоятельные единицы, да, вот того, как можно и как нужно. Я готов делиться опытом по мере того, как сам буду набирать. Вот и все, да. Тем более, что они будут читать твои книжки, а там будет довольно много подсказок. Я думаю, до этого еще покажем несколько материалов на канале РБК, выступим еще раз на финале. Кстати говоря, на финале мы будем же рассказывать каждый день о том, как у нас, да, глазами пилотов, то есть у нас будет гонка изнутри. Так что наши слушатели, я думаю, что будут в курсе не на уровне чтения пресс-релизов, а на уровне наших живых, абсолютно, не скажем, ошалелых эмоций, людей, вылезших только что из кокпита боевого, Грейтвола. Что-то было, как ты спасся, каждый месяц и приставал. У нас насыщенная будет в этом отношении информация следующая неделя, поскольку вот как раз она вся будет. Мы готовы выходить в эфир, да, по мере того, как у нас, как мы будем добираться до биваков, и будем счастливы, если наша аудитория будет тоже нас поддерживать. До встречи.